Вячеслав Котляров Луна дала ответ, который называется «Тайна эффекта Манделы раскрыта». Многие из вас помнят, что я сообщил, что по всей видимости ролики не будут дальше записываться. Возникли причины определенного характера и порядка, в силу которых дальнейшие записи возможно не удастся записывать. И грамотные мудрые люди, скорее всего, догадаются о чем идет речь. Да, слава богам, слава предкам. Добрый человек Сергей из Германии позвонил мне сегодня. Он понял, что к чему и почему. В приватных беседах я озвучу истинное положение вещей. А на ролике я не хочу этого записывать, этого озвучивать. Вот. Благодаря ему ситуация была исправлена. Вячеслав Котляров по-прежнему с вами. Вот. Сергею огромная благодарность за то, что пришел на помощь. Данный ролик будет беседа, которая была, опять же, сегодня же записана. Это Сергей Тарасов, он же Салу Гудман и я. Я не знаю, Сережа обидится на меня, то, что я выкладываю наши приватные беседы или нет. Хотя он, в принципе, всегда знает, что я пишу все разговоры. Если в разговорах я вдруг нахожу интересные темы, то я их выкладываю на свой канал. Сергей отличный собеседник. И вообще, если он услышит этот ролик, надо именно нам с ним вдвоем писать в хорошем качестве видеоконференции. Потому что в данном случае, как мне кажется, со стороны серьезной, тандем получился, зародился. Еще хочу добавить, что уважаемый Сережа из Германии, он озвучил такую интересную для меня вещь, как он вышел на мой канал. И я очередной раз убедился, я много раз говорил, и все это вы прекрасно знаете, не хуже меня, когда другим людям помогаешь, то тебе возвращается сторицей. И получилась ситуация таким образом. Есть на медийном пространстве Андрей Григорьевич Купцов. Те, кто следят с самого начала моей трудовой деятельности, с 25 апреля 2016 года, прекрасно знают, что вначале появился на моем канале просто его ролик, а потом появились ролики, где мы с ним общаемся. Вот. Я об этом человеке знал и грустил, что он незаслуженно забыт. Но когда появилась возможность быть услышанным, то я решил о нем напомнить. Сейчас уважаемый Андрей Григорьевич идет, так сказать, на разрыв интервью бесконечной, бесконечной конференции. Вот. И получилось же, как я всегда говорю, змея проглатывает свой хвост. Сережа из Германии узнал обо мне благодаря Купцову. Купцов же был появлен вновь в медийном пространстве благодаря мне. Далее пойдет наша беседа с Сережей Тарасовым. Есть, конечно, там очень жуткие моменты, которые мы будем с ним озвучивать. Есть очень жуткие, поэтому максимально серьезно отнеситесь к услышанному. Беседа начинается с того, что я предполагаю, что Советский Союз, который планирует создать, это будет аналог предыдущего Советского Союза. То есть на территории под названием Россия, я предполагаю, вновь создадутся 15 республик. После 70 лет эти 15 республик друг от друга отсоединятся. Это мое предположение. Во всяком случае, у мирового правительства это в планах. То есть в интернете уже есть карты, где территория под названием Россия уже давно поделена на определенные кусочки и кулачки. Вот так вот. На этом, пожалуй, все в плане вступления. Ну а дальше максимально приятного прослушивания нашей с Сергеем Тарасовым беседы. До новых встреч. Ну ладно, хорошо. Вы все прекрасно сказали, зачем. Ну и ты что, считаешь, что и второй будет для этого создаваться? Так он для этого, да. Ну мы же не создаем на самом деле Советский Союз. Мы просто так и называются. И ребрендер будет придуман. Собственно, нам и надо, кстати, придумать красивые названия, чтобы... А потом мы будем создавать... Тебе откровенно скажу, я где-то год болел Советским Союзом. Я так был рад, когда появился Сергей Тараскин. Я думал, родину мне вернут. Я такой был счастливый. Следил за всеми их новостями. В общем, ну может я и правда сейчас ошибаюсь это в своих... Слушай, по поводу Поля, просто, знаешь, я сейчас в этих делах не особо понимаю, потому что я туда, я там не имею никаких возможностей. Но он в Поле работает, и эти... Он мне сказал, что они сейчас упрею, уничтожают пачками. И, в принципе, он мне дал такие сведения, которые у меня сошлись с тем, что знаю я. Его фамилия не Рыжков, случайно? Его зовут Зима. А, нет, тут другую. Просто я выступление Рыжкова слышал, скорее всего, этого ученик. Рыжов? Рыжов. Не, Рыжов, не, Рыжов чисто на подключке находится. Он его просто транслирует. Потому что я вот это, что я сказал, я в одном выступлении Рыжова услышал, вот годичной давности, когда он со сцены говорит, что мы там уничтожаем толпы этих засранцев на нашем... Да, но это не он делает. Он там не... Он просто на подключке, ему просто транслируются сведения по юридическим делам, и он начинает составлять документы. Он там ничего не делает, он просто технический специалист, не более того. Ну вот, да, кстати, благодаря Рыжову у меня тоже пазлы сошлись. Я как бы колебался, а потом, не знаю, ты согласись или нет, он, может, чуть-чуть по-другому сказал, я и звучу это так, что Германия, это был современный сепаратийный. То есть, 70 лет назад точно так же Германия отсоединялась. Только не 70 лет назад она отсоединялась, а она отсоединялась. Да, ну, смысл был. Да, да, ну, смысл я как бы это... Да, 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 да. Я согласен, да, так и есть, так и есть. Это часть большой страны, которая решила делиться, из-за этого была гражданская война, чтобы называть Первый мировой. Да, да, да. Они вообще, ребята, молодцы, но они чисто по документам. То есть, для того, чтобы создать всю страну, надо юридически подготовиться, написать законы там, то есть, ну, много всего. А эти ребята, с которыми этот Дима, они мне рассказывают вещи, то есть, про сущности и так далее, про демонов, которые вселяются в люди, как они с ними там воюют и так далее. Плюс он, в принципе, по сотовой земле, условно говоря, мы с ним переговорили. Он сказал, что, в принципе, да, ты прав. Единственное, что... Я здесь тоже с ним согласен, потому что я очень много... Вот я еще в Крыму был, то, что я не разговаривал. Получай, смотри, вот большой шар, и в этом шаре огромное количество маленьких шаров. Да вот я же и захотел вот эту модель, когда я услышал выступление. Я думаю, откуда вы знаете, как... Мы же тобой-то ее в плоскости нарисовали. Я знаю, потому что... Вот знаешь, в чем наша с тобой разница, глядь, Плава? Ты получаешь знания напрямую просто так, да? Да. А я, путем сложного труда, мы разработали целую методологию, понимаешь, рисовали, сидели вот так медленно, кропотливо и пришли к этому чисто через вот эту... Понял? И теперь я знаю. Еще был чувак, а вот я в Крыму, он вообще сильный там, короче, специалист, он жесткий. И он мне говорил, что он вылетал, смотрел, да, шары в большом шаре, маленькие шары. И в принципе, вот все, что ты говоришь по сотовой земле, оно как бы так и есть, но может немножечко по-другому. Не так, как сейчас это видно. Не, ну соты, знаешь, когда люди слышат соту, у них сразу в голове шестигранник. Я тебя понимаю, я понимаю за тебя, я тебя понимаю. Да. Но люди, они же мокро всего воспринимают. Ну вот это, да, 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 да. И все, они... Да, я вот это хочу, может, нарисовать, потому что неизвестно, когда компьютерщики нарисуют полную модель, в которой я вот это хочу помощь в компьютерной графике. Меня же иногда задают вопросы, и они иногда не выходят из головы. Вот это мне психовал вопрос. Приливы и отливы. Наконец-то я для себя ответил. Накопал, блин, эти знания, почему они происходят. Ну-ка, давай расскажи. Ну смотри, я уже неоднократно говорил, что если рассмотреть нашу соту, если ее правильно рассматривать, это своего рода такой бильярдный шар вот в соте находится. Естественно, вот и таких бильярдных шаров дохренища по каждой соте. Вот. В этом бильярдном шаре где-то посередине находится такая, ну назовем ее, плоская перепонка. То есть над этой плоской, внизу там под этой плоской перепонки это океан. Естественно, над нами вот этот океан. То есть получается автоматически и вверху купол, и внизу. Так вот эта хрень, она мало то, что я уже говорил в некоторых роликах, мало того, что она как Юла, это Юла, кстати, модель нашей соты, она идет всегда по кругу, что люди этого просто не знают. Вот это сама лунка в этом яйце, назовем условно. И при этом она еще делает колебания, вот как знаешь, взять стакан воды, налить бумажку, вырезать, карандашом пробить и начать вращать и чуть-чуть право-влево это, расшатывать этот карандаш. Вот за счет того, что лунка, она не статична, она все время идет, по-моему, по часовой стрелке, если я не ошибаюсь, но при этом всегда заламывается на бок, ну как Юла заламывается, право-влево чуть-чуть. И из-за того, что она так перекатывается, поэтому и волны все время перекатываются, туда-сюда, туда-сюда. ну и я же говорю, что это можно в схемах все это показать. Вот, кстати, поэтому я тебе предлагаю, вот если ты к нам присоединишься... Я слышал, там 10 тысяч рублей дают. Это как минимум 10 тысяч рублей дают. Но при этом у тебя будет место, где тебя будут окружать люди, которые, в принципе, в теме. Они более-менее все будут спецы в разных... этих... Ну, я не могу сказать, что они там, конечно, великие спецы, они больше все на уровне любителя, но я им так дал задание, и Photoshop, Premiere, After Effects, и CorelDRAW, и Audition, и куча техники у нас будет. У нас будет место, у нас будет еда. То есть, и меня надо будет париться ни за жилье, ни за еду. Да, я понял, но... Какие-то деньги, и главная идея тебя. Идея, и люди будут их реализовывать, по крайней мере, для начала, для роликов. Но ты должен сразу тоже понимать, что мы, в основном, все-таки будем заниматься именно восстановлением страны. Потому что, я не знаю, ты можешь, конечно, считать, что это все не очень хорошо, но я просто знаю, что у нас сейчас есть два пути. Я имею в виду, может быть, не у нас с тобой, да, мы там с тобой как-нибудь и выкрикаемся, нас заберут все равно, мы уже наработали себе на спасение. Нет, однозначно, да, мы еще, можем еще даже Киеву делать. Вот. Но я же не хочу, чтобы у меня было куча трубок, понимаешь, я надеюсь, не может быть у него. Нет, а ты что, я же... Ну вот, поэтому наша задача сейчас сделать так, чтобы переход был максимально бескровным. Поэтому нам надо подготовить людей о Советском Союзе в этом плане восстановления его, ну, например, страны восстановления, как... Она может назвать как угодно, Русь, Российская империя, как ты там... Ну, а помнишь, как поляк назвал? Он же тебе сказал, назовите по нормальному страну. Или ты не... Да. Я еще пока не смотрел, я пока сейчас просто настраиваюсь. А, я понял. Ну, ты там две минутки, ты вдохновись, а он так тепло к тебе обращается, это... Привет, Сергей. Гаварик, товарищ, Габриэль, Пьетрович, Тарасiук из Польши. А еще про СССР. Нужно изменить идеологию. Из советского социализма на славянский солидаризм. И СССР будет называться Союз славянский и солидарных республик. Да, так. Поздравляю всех граждан СССР. Собедай. Говорил товарищ Габриэль Петрович из Польши. За советский союз подсказывают. Назовите его вот так вот надо называть, а не так вот. Да, да. По поводу того, как его называть. Мы будем делать, конечно, серьезный брендинг. То есть полный брендинг страны, новые логотипы, новые цвета, все будет по-новому. Просто вот есть компания, которая занимается полным брендингом. Ну, понимаешь, да, такие они там. Но они хотят миллион. И пока у нас просто нету. Мы можем и сами пока начать делать. Но для начала нам надо придумать логотип ТАСА. ТАСА это телеграфное агентство Советского Союза. ТАСА полномочен заявить. Мы будем вещать от лица ТАСА. Я понял. Извини, я тебя перебью. Мне очень сильно любопытно твое мнение. Все-таки я ролик про флаги сделал. Ты его не стал изучать? Так мы же уже про флаги разговаривали. Да, да, разговаривали. Но все-таки я его дополнил для себя. Я нашел самый главный флаг нашей соты. Я же раньше, помнишь, всегда говорил, я знаю два главных флага. Красно-черно-желтые. Это Бельгия и Германия. А потом нашел все-таки накопал еще главнее их. Знаешь, какой? Бело-желтый и принадлежит он Ватикану. А, ну да, кстати говоря. И нету больше ни в одной страны бело-желтого флага. Кстати, у Российской империи был бело-желтый, но добавлялась полоска черная. Тогда масоны там сидели, любили в России жить и командовать. Ну, воевать при этом. Вот, это тоже такой момент. Кстати, меня поразило еще момент. Я сравнил германский флаг и грузинский до войны. Они вообще идентичны, расцветка. Красно-бело-черно-бело-красное, черно-бело-красное и у того, и у того, и у грузинского, и у фашистского. Что меня поразило. Да. А раз там был черный, там был просто красный и белый, разве нет? Не, не, вот ты можешь даже погуглить грузинский флаг. Сейчас он так красно-белый, сейчас его война там... раньше он был, с полосочками там. Да. То есть, пока они войну эту не провели, у них был флаг черно-бело-красный. Пока Германия не провела войну, у них был тоже черно-бело-красный. Как только войны закончили Германия и Грузия, у них появились уже другие флаги. Ну вот именно для этого нам ты бы и понадобился там на месте и ты бы приехал к нам в Россию туда и там бы и жил. Я не понимаю, ты просто пойми, что сейчас люди, которые стоят наверху, они начнут и деньги нам давать на это. То есть, серьезное финансирование пойдет, которое можно будет использовать для разных целей, в том числе и тех, которые нам и сторонние нужны. Там серьезное финансирование начнется, я тебе серьезно говорю, и мы будем серьезно как бы заниматься этими вещами. Ну просто, если у нас будет, условно говоря, там 6-7 человек в команде, которые будут для нас все делать, то есть, ты выдаешь задание, человек делает, ты даешь задание, человек делает. Это гораздо выгоднее, чем то, что ты там сидишь у себя в Харькове и ни хера там не делаешь. Не, ну видишь, ты не изучал мои ролики, дело в том, что я что, реально бомблю это, разгадки, разгадал, что такое Дальмены, разгадал Бермудский треугольник. То есть, не чепуху говорю, как все предположения, а именно, луплю именно, что на самом деле Бермудский треугольник, там Дальмены, еще что-то разгадал. Я не про это разгадки тебе говорю, я тебе говорю, что ты нам скорее пригодишься, хотя бы изначально, как человек, у которого есть определенный вкус, там, по поводу логотипов, плюс ты человек, который обладает определенным авторитетом для людей, если ты будешь с нами, то это просто людей лишний раз подтолкнет, что то, что мы делаем, это правильно. Я просто, знаешь, что Слава тебе скажу, вот тот путь, который сейчас идет для людей, он по-любому гибельный. Ну, это однозначно, да, мы погибнем, как говорится, не все, но миллионы погибнут. Миллионы, вот, и поэтому есть два варианта, либо мы пытаемся сразу установить, либо мы... Кстати, вот почему я хитро за флаги затронул. У них все равно сейчас пока временно существуют флаги с красно-желтой расцветкой, все равно они их за спиной держат. Не важно, что на них изображено, но важно, что упор идет у Тараскина и у команды, если я правильно по роликам понял, у них за спинами такие флаги. А вот ради любопытства, смогут ли они повесить простынь, которая будет бело-желтая? И не заставит ли Ватикан убрать эту простынь? Не должен, потому что, по идее, люди, которые на них стоят, они против Ватикана воюют. Да, вот это будет и хорошая проверка. Понятно, что они не сделают, вот какой-то котляров там умничает, и мы будем... Нет, нет, я тебе даже больше скажу, они, к сожалению, эти люди, которые сейчас стоят там, именно вот Тараскин и прочее, они с точки зрения логотипов, флагов и прочего дела, они вообще нали. начал говорить, они говорят, слушай, делай, что ты считаешь нужным, мы в этом не разбираемся, мы чисто юридическими занимаемся. Да, и поэтому они мне все на отпуск отдали. Я же тебе говорю, вот ты слушай меня, вот ТАС, да, ты же знаешь, такой ТАС? ТАС уполномочен заявить. Так точно, да. Ты знаешь, кого назначили руководителем нового ТАСа? Ну, Тараскина, наверное. Нет, не правильно. А, тебя, наверное. Конечно, да, меня. Информация, правильно, самый генеральный. Да, я это написал заявление, меня уже как бы приняли, теперь я как бы официально числюсь руководителем ТАС. И мне нужны сотрудники в ТАС, которые будут там значит, все это делать. То есть, ты можешь просто сразу же получить, войти в правовое поле, получить документы, то есть, ну, как бы, это реальное, реальное продвижение. Просто ты можешь, у тебя сейчас есть возможность, если ты, конечно, не собрался завтра умирать. Не, не, по умолчанию, я, по-моему, говорил, на эту ячейку я был запрограммирован на 104 года. Ну, хорошо, пусть будет 104 года. Так вот, ты сможешь получить, войти в руководство нового советского, ну, условно, новой страны, там, как бы она ни называлась, и у тебя будут ресурсы для тех целей, которые ты хочешь. То есть, если ты получишь, ты просто представь, если ты получишь государственные ресурсы, то создать игру, это вообще не проблема. Государственные ресурсы, ты прикалываешь, да? Что это такое? Ну, это да. Это просто, это все, это лучше любого инвестора. Это в твоем распоряжении государственные ресурсы, это, ну, больше. ну, это я понимаю, да, ну, видишь. что тебя держит, ты что, скажи, что тебя держит в Харькове? Малые дети, там, или что? Ну, что ты, чувака валяешь? Я тебя тогда звал, вот. Просто сейчас такая ситуация, когда, действительно, чем больше в команде будет таких людей, как ты или я, тем больше у этой команды шансов на успех. хорошо, вот я тебе сейчас озвучу такую мысль, это, которую я вчера ночью первую уже три страницы написал, и буду, если все будет хорошо, дальше писать. С тебя книга «Сотовая земля» нормальная, сменяй ее издательство. Вот. Как ты думаешь, ну, мне стоит ее писать? Ну, мне что-то кажется, стоит, а ты как думаешь? Я, я вообще-то тебе об этом говорил еще несколько месяцев назад. Ну, ну, созрел. Конечно, стоит, конечно, стоит, но я тебе даже больше скажу, я тебе сам могу эту книжку издать без всяких людей, которые с финансами. Это на самом деле не так, что дорого стоит. Причем, хорошо. А на другом он не знает. А, я твой вариант возьму, он почему-то не хочет, или не хочет, а он настаивает на том, что он будет первую партию в Америке продавать. То есть, найдет переводчика и он хочет для американских читателей, а для русских он пока не хочет. А может, ты как раз-то возьмешь и русский вариант. Ну да, кстати, насчет перевода, ты хорошо что напомнил. Мне же скинули этот самый перевод нашего ролика. Не, полноценных, где можно на английском языке посмотреть наш ролик? Нет, именно сам текст, просто перевод. это тоже здорово, все равно спаси. ну он сделал, теперь его надо озвучивать и делать. А это опять-таки, вот, имея команду под рукой людей, ты просто даешь им текст и говоришь. Ну, может, я укатаю человека, своего друга, это, блин, хотя он вечно это занятой, чтобы он его озвучил. Нет, ну я тебе могу, кстати говоря, сбросить вообще сам перевод. да, 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 я хочу, а, еще у меня тоже там один, как же его зовут, тоже, он говорит, хочешь тебе английскому языку за неделю научу? Не, ну вообще, кстати говоря, я слышал такое, что есть, знаете, определенные секреты, там языки учатся очень просто. я такое слышал, хотя сам, где же он отбежал, он сам. Сейчас я тебе сброшу, там три страницы, а вроде полный перевод есть. Я прочитал немного, но я там не особо не разбирался, у меня сейчас просто столько всего надо делать уже, что пока нет на это времени.